Прошлое, настоящее и будущее. Современник обсудили в четверг на пресс-конференции. Ровно 40 лет назад кинотеатр распахнул свои двери для первых посетителей. Для горожан он стал любимым местом досуга. Кинотеатр по тем временам был оборудован по последнему слову техники. 600-местный зал, широкоформатная аппаратура, огромный экран. Через некоторое время была установлена система долби-стерео. С 2010 года «Современник» не работает после того, как там обнаружили нарушение требований пожарной безопасности. Сейчас его готовят к капитальному ремонту, после которого кинотеатр превратится в молодежный центр. На сегодняшний день уже произведен ремонт кровли. Идет активная подготовка к ремонту системы отопления и вентиляции. Проект разделен на этапы. После ремонта инженерных систем мы займемся ремонтом внутреннего помещения и оформлением интерьера. Завершающим этапом ремонта станет оформление фасада здания. Также намечены планы на благоустройство территории, прилегающей к зданию. Кинозал намерены сохранить. Он станет первым муниципальным. В нем можно будет проводить массовые мероприятия с участием молодежи, ну и, конечно, устраивать кинопоказы. На первом этаже будет работать кафе и выставочная площадка, на которой свои работы сможет показать любой талантливый Ивановец. Уверена, что ребятам это будет интересно. Такая неформальная площадка для молодежного творчества, она уже назрела. Эту площадку для ребят предоставит будущий кинотеатр «Современник», будущий киноцентр «Современник», будущий молодежный центр «Современник». Таким образом, видится, что для молодежи это будет своего рода дом, к которому они могут прийти, к которому они могут посмотреть фильм, заняться влечениями по вкусу, присутствовать на концерте. На такой дом для молодежи нужно порядка 200 миллионов рублей. Рассчитывают пока на средства бюджета, на помощь известных в России фондов и инвесторов. Будет организован поиск инвестора на этапе оборудования. То есть то, что касается уже оборудования насыщения, какими-то аппаратурой, техникой и так далее, то здесь мы будем стремиться привлекать средства инвесторов. При самом благополучном исходе событий обновленный «Современник» откроется 6 июня 2016 года, к десятилетию кинофестиваля «Зеркало». А вот неоптимистичный вариант пока не имеет даты. Все будет зависеть от поступления денежных средств на реализацию этого амбициозного проекта.